Всем привет дорогие друзья. Привет девчонки и мальчишки. Сегодня я готовлю обед. Обед полноценный. То есть первое и второе. У нас закончилось и первое и второе. Значит что у нас будет на обед. Здесь у меня супчик. Будет вермишелевый, куриный вермишелевый. Будет картошечка пюре и будет щука. Ну вот не знаю пока еще в томате или в сливках. Сейчас у Лешика уточню. Лешик заказал в томате. Ну значит в томате. Мне допустим все равно. Так. Картошечку я уже там бросила. Здесь у нас пюрешка. Здесь уже картошечка варится. Не зажариваю. Вот ребята я решила все вот делать по минимуму. Масла, жира. Вот как-то так. Вот. Чтоб меньше попадала внутрь холестерина. Так. Вперед. Значит что нам надо. Картошечка закипела. А здесь у нас погасло. Думаю почему не кипит. Что такое? Погасло. Мне посоветовали все это вот что лучше для пищи, когда она млеет, а не бурлит. Вот так вот. Ну что ж. Пускай не бурлит. Так. Посолить картошечку надо. Посолим. Солить тоже много не будем. Так. Пурошечка. Пурошечка. Вот надо мне еще купить. Я все время вот. Ну вот не попадается мне на глаза. Вот это знаете штучка под ложку? Как-то я ее нигде не встречала. Может надо спрашивать? Точно. Так. Значит нам нужно для супа нам хватит такой маленькой луковицы. Тем более что мы зажаривать не будем. и маленькую морковочку. А это у нас останется для щуки. Биновницы торжества у нас пока нет на сцене. Чуть позже. Сейчас немножко я с супом разберусь. Потом щупа. И в супец. Чуть-чуть опущу. Так. Что нам надо еще для супа? Что там мудрю? Что я мудрю? Еда. Еда. Иди, да. Ты уже голодный, Лешик? Нет. Сейчас начнешь уже таскать свои эти... Я только чуть-чуть. Чуть-чуть чипсы взял, да? Перед обедом, да? Ага. Так, значит что у нас? Что я приготовила? Приготовила помидорчик. Вот. Был у меня в холодильнике один помидорчик. Тут у нас кипит. Кипит. Вон как кипит. Не видно? Сильно кипит. Ну, вот так вот приоткрою чуть-чуть. Вот. Так, помидорка. Наверное, я его вот так... Мне нравится в курином супчике помидорчик. Он добавляет и красоты. Такой красивый получается все-таки. Вот. И перчик тоже там будет разноцветный. Вот такой вот. Вот. И красный помидорчик будет плавать. И вот такую какую чуть кислинку такую вот. Ну, вкусненько. Хорошо. Мне нравится. Ну, как говорится, ребята, каждая хозяйка готовит суп по-своему. И у каждой хозяйки он вкусный по-своему. Так. Отправляем помидорки. Пускай наваривается. Супчик зажаривать мы не будем. Поэтому сейчас все покидаем. Все у нас сварится. Специи, приправки, соль, лаврушка. И все. И супчик наш готов. Перчик. Вот так. Картошечку положила целенькую вот такую. Вот кто-то мне напомнил. А ведь я раньше, ребята, готовила у меня раньше всегда вот в суп или в борщ. Всегда шла, вот как мама тоже готовила так. Две-три картошины, таких хороших, крупненьких. Я варила целыми. Потом, когда они сварятся, я их разминала вот так вот хорошо. И обратно в супчики. Тогда супчик такой, кажется, знаете, картошечка разваренная такая вот. Плавает там прям вот. Ах, вкусно. А потом вот этот общепит. И я все забыла. Все. Да. Улетела у меня из головы. Ну, потому что в кафешке работала, работала в офисе поваром. Вот. И, а там все же надо по технологии. Все. Там картошку мять нельзя. Там надо, чтобы она была кусочками. Так. Еще один момент. Вот мы работали вдвоем в кафешке. И у меня как-то пережарилась немножко зажарка. Ну, не сгорела, а просто так хорошо-хорошо подрумянилась. Вот. Потому что хватаешь, все, спешишь же к обеду все приготовить. Вот. А хотела выбросить. А моя напарница говорит, ты что, не выбрасывай? Нет. Это наоборот. Вот. Здорово. Вот. А потом, когда я положила этот лучок поджаренный в супчик, посмотрела, на самом деле, так вот супчик прям преобразился. Так вот. Там плавает вот этот лучок такой коричневый. Ну, в общем, красиво. Да. С тех пор не переживаю, если даже пережарю. Ну, дома-то уже теперь почти ничего не поджариваю. Да. Вот так. В кафешке я скажу, очень много чему научилась. Да, ребята. Очень много. Чего раньше даже не догадывалась, что так можно. Поэтому, после того, как поработала в кафешке, стала работать в кафешке, сказала, не буду не ходить ни в бары, ни в рестораны, ни в кафешке, никакого общественного питания. Нет, 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 ни за какие деньги. Хотя с Лешиком, Лешик меня водил поначалу, как мы с ним только познакомились, в конфетно-букетный период, водил по ресторанам, по кафешкам. Да. Ну, Лешик, такой был весь. Москвич. А я чё, хохохлушка-лохушка. Ну, ладно. Так, супчик закипает. Всё, пускай млеет. Картошечка сейчас ещё чуть-чуть, ей надо довариться. Вот. Всё. Что такое? Ага, картошка у нас чё-то тут возмущается. Ну что, ребята, щука. Щука у меня была в морозилке. Лешик в этом году что-то, это ещё с весны, по-моему, щука. Или раннее лето, или Юрик поймал, по-моему, летом. В общем, я не помню. Надела ободок, потому что на голове, вот не уложила сразу, и всё. И на голове я не знаю что. Ладно. Значит, щучка у нас. Щучку я обжаривать не буду. Тоже всё диетическое. Раньше я её обжаривала, а потом протушивала. Значит, что мы будем делать? Здесь у нас вот такой вот казаночек классный. Вот. На дно порежем лучок. Оставим немножко пересыпать рыбку. Резать буду такими вот не мелкими шматовками. Вот. И на дно. чтобы наша рыбка лежала не на, не в голой кастрюльке, как бы так сказать, так и морковку. Вот. Выложила, да. А теперь мне как? Вот так. 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 начнем с большой. Их оказалось две замороженных. Но я не стала их уже разъединять. Ничего. сегодня, завтра, ну послезавтра съедим. Ничего ей не будет. Вот. А мне не готовится каждый день. Я не могу ее прожить ямони, а ты infect such a yang. Сбрызнем немножко лимончиком, чтобы не так рыба, запах рыбы. Все, теперь можно заливать томатиком, посолить, поперчить и пускать тушиться. Так, поперчим. Юрий привез мне вот такую приправку тагараши. Вкусная приправка. Немножко. В этот раз обойдемся без моей любимой приправки. Ладно. Нравится мне. Так, и посолим. Много солить тоже не буду. Все, сейчас заливаю томатиком и вперед. Томатик у меня свой, домашний. Это баночка из-под томата тоже. Закрывалась со своих помидорчиков. Вот так. И заливаем. Все, вот такая вот получилась картина. Ставим на огонь. А дальше у нас супчик. Вот, картошечка у нас уже готова. Сюда ее. Раз, два, три, четыре. Вот так. И вот так вот. Вот такой вот у нас супчик уже. И морковка здесь, и помидорчик, и перчик. Бросаем вермишельку. Все, сварится вермишелька. Заправим тогда приправками. И все, супчик будет готов. Итак, положу мяско. Обобрала мяско. Супчик. Куриный ножик. Вот так вот. И здесь у меня приправка. Любимая моя. Она теперь у меня так и называется. Любимая моя приправа. Чуть немножко молотого перчика и лавровый листочек. Вот так вот. Зеленушку ложить не буду. Положу уже прямо в тарелочку. свеженького укропчика. Вот такой вот супчик. Так, и посолить. Солить. Солить тоже буду. Немного. Солить. Солить тоже буду. Немного. Дай вёшику тоже. Мы не злостные гипертоники. Поэтому вот так вот. Не выпрыгивай, не выскакивай. Так, картошечка уже у меня все готова. Я ее уже помяла. Положила туда молочко, маслице, яйцо. Вот. И хорошенечко вот так вот ее перебила. Так, картошка готова. Суп у нас готов. Выключаю. Все, суп готов. Рыбка пускай пока еще немножко потушится. Ребята, вот такой вот у нас обедик. Супчик. Мормышелевый. Давно не ел. Давно не ел. Пюрешка у Лешика с котлеткой. Рыбка. У меня вот такие овощи. Полила их оливковым маслом. Со мной поделишь? Конечно. Да. Вот. Ну и салка с чесночком. Как без салка. Обязательно. Оливочки были там у нас. Юрик привозил еще большую банку. До сих пор мы их едим. Вот. Ну все. Вот так вот пообедаем. Да. Сосайтесь, пожалуйста.